Здравствуйте! Меня зовут Анима Артиросян. При помощи наших видеоуроков мы будем углублять знания по русскому языку. Сегодняшняя наша тема – это главные члены предложения. Мы узнаем, что такое предложение, познакомимся с главными членами и обсудим, что такое подлежащее и сказуемое. Цели нашего урока. Мы узнаем, какие члены составляют грамматическую основу предложения, что такое подлежащее, какими частями речи оно выражается и что такое сказуемое. Мы познакомимся с типами сказуемых. Предложение как синтаксическая единица. Предложением называется синтаксическая единица, которая обладает смысловой интонационной завершенностью. Слова в предложении соединены между собой грамматически и интонационно. Изучением предложений занимается раздел языкознания «Синтаксис». Чем предложение отличается от словосочетания? Словосочетание само собой не выражает законченной мысли, в отличие от предложения. Словосочетания выполняют номинативную функцию, то есть они называют предмет, явление и характеризуют их. А предложение выполняет коммуникационную функцию, то есть с помощью предложений мы общаемся друг с другом. Словосочетание может использоваться только в составе предложения, а предложение, следовательно, состоит из словосочетаний. Главной отличительной чертой предложения является то, что оно обладает предикативностью. Предикативность – это отношение предложения к реальности. Она выражается с помощью главных членов предложения, которые составляют грамматическую основу. Грамматическая основа – это ядро предложения, которое выражается с помощью подлежащего исказуемого. Второстепенные члены не являются частью грамматической основы. В предложении выделяют главные члены – подлежащие исказуемые. Подлежащие исказуемые составляют грамматическую основу предложения. Как определить грамматическую основу? Подлежащие – это субъект действия в предложении. Оно отвечает на вопросы «кто» и «что». Сказуемое – это то действие, которое выполняется подлежащим. Оно отвечает на вопросы «что делать», «что сделать» и другие. Одним из главных членов предложения является подлежащие. Подлежащие – это главный член, который называет предмет, о котором говорится в предложении. Подлежащие отвечает на вопросы «кто» и «что». Чтобы определить, какое слово в предложении является подлежащим, мы должны ответить на следующий вопрос. Какое слово выражает тот предмет или лицо, которое совершает действие в данном предложении? То есть мы должны найти субъект действия. Например, в предложении «планета вращается» действие у нас совершает слово «планета». Как мы уже ответили, подлежащие – это субъект действия или это предмет, о котором говорится в предложении. Например, планеты отсортированы в порядке увеличения расстояния от Солнца той родительской звезды. То есть здесь характеризуется слово «планета». Подлежащие чаще всего выражается в существительном, в именительном падеже. Например, планеты излучают энергию. Планеты – это существительное в именительном падеже в множественном числе. Подлежащие также выражается личными местоимениями. Рассмотрим следующее предложение. Он первым разглядел атмосферу планеты за пределами Солнечной системы. Субъект действия в этом предложении является местоимение «он». Подлежащие может быть выражено любой частью речи, которая в данном предложении является субъектом действия или предметом, о котором говорится. Оно также может быть выражено неопределенной формой глагола. Как в предложении «наблюдать за птицами – любимое занятие нашего кота». Также подлежащим в предложении могут служить другие разделы местоимений. Например, «кто накормит кота?» Здесь в предложении подлежащим является относительное местоимение «кто». Сейчас поговорим о сказуемом. Сказуемое – это главный член предложения, обозначающий действие или состояние предмета, выраженного подлежащим. Оно отвечает на вопросы «что делает?», «что будет делать?», «что сделает?», «что с ним происходит?», «каков он?», «что он такое?» и так далее. Чтобы найти сказуемое в предложении, мы должны найти действие, о котором говорится в предложении. Чаще всего нам помогает вопрос «что делает?». Например, «планета вращается». Подлежащим в этом предложении является планета, которая совершает действие. В этом случае она вращается. В русском языке выделяют три типа сказуемых. Первый тип – это простое глагольное сказуемое, которое выражается одной сперегаемой формой глагола. Пример можем увидеть в предложении «планеты вращаются по волнистым линиям». Задаем вопросы «что делают?», «вращаются». Следующий тип – это составное глагольное сказуемое. Оно состоит из вспомогательного глагола и неопределенной формы глагола. То есть оно состоит из двух глаголов. Например, «планета продолжает вращаться». «Что делает планета?» «Продолжает вращаться». И последний тип – это составное именное сказуемое, которое чаще всего характеризует предмет, о котором говорится в предложении. Итак, что мы сегодня узнали? Главными членами предложения являются подлежащее и сказуемое. Подлежащее – это тот предмет, который совершает действие в предложении. Сказуемое же – это то действие, которое выполняется подлежащим. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» и «что?». Сказуемое отвечает на вопросы «что делает?», «что будет делать?», «что он такое?», «каков он?». Подлежащее может выражаться разными частями речи. Но запомним, подлежащее всегда должно стоять в именительном падеже. Сказуемое бывает трех типов – простое глагольное, составное глагольное и составное именное сказуемое. Смотрите наши видеоуроки и ловите новые знания. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok